Столица может быть вполне довольна внушительными цифрами количества посетителей городских музеев в рамках проекта «Музейное воскресенье». Наверняка довольны и те 60 тысяч человек, которые бесплатно смогли посетить музей столицы. И о том, что дает такой проект и самим музеям, и их гостям, мы поговорим с музейным педагогом Таллинского русского музея Ириной Криворуковой. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, можно сказать, что акция прошла с триумфом, побиты все рекорды посещаемости. Ну, давайте вспомним, сколько музеев участвовало и кто приходил в эти музейные воскресенья. Ну, все у нас происходило по нарастающей, потому что изначально участвовал Таллинский городской музей и все филиалы. А их у нас восемь даже. Летом работал восьмой еще филиал. И потом присоединились еще другие. То есть сейчас, если я правильно помню, 14. Музейное воскресенье, оно дало возможность познакомиться с музеями именно тем, у кого был стереотип, что музей скучно, например. И у нас приходят, конечно, семьи. И приходят молодые люди. И иностранцы, и местные. Местных очень много. И вы знаете, что радует? Вроде как грустно должно быть, но оно радует. Люди говорят, ну, вообще впервые. В Доме музея Петра, в Русском музее, про Каламая вообще никто не знал музей. Музей целого нашего района. А вот насколько доля тех, кто пришел впервые в музей, высока? И получается, что не меньше половины людей – это те, кто не ходят вообще по музеям. Вот не то, что совсем впервые, но они не музейные люди вообще. Остальные люди, те, кто постоянно ходят, они приходят как эстеты музейные, когда меньше народа. Поэтому в основном ориентированы на тех, кто хочет познакомиться, кто по каким-то причинам не ходил, кого что-то останавливало, может быть, даже и цена, хотя билеты у нас совсем недорогие. А вы замечали тех, кто вот пришел в музейное воскресенье, а потом стал посещать музей и дальше? Да, да. Эта тенденция вообще очень хорошая. Она нас радует, когда люди открывают для себя интересную сферу культуры, сферу общения, потому что они могут прийти потом с друзьями. Они узнают, какие программы в наших музеях. Заказывают дни рождения даже в том числе. Учителя приводят своих учеников, то есть узнают очень многое нового и используют это потом в своей жизни. И еще хочу добавить, что большой плюс от музейных воскресенья – это то, что у музеев появились помощники, постоянные помощники, наши волонтеры, которым хочется сказать, конечно, большое спасибо, потому что своими силами, с таким потоком людей, 60 тысяч за год, мы бы не справились. Ну а посетителям все-таки вдруг мы еще будем встречаться в воскресенье. Я передаю наше послание от музейных работников. Когда вы к нам приходите, будьте аккуратны, ведите себя корректно. Не надо запирать с собой музейные экспонаты. А бывало и такое? Ну да, есть такие места, например, в музее Кик-эн-де-Кёк, фортификационных сооружений. Там есть целая наша крепостная стена с башнями, и они снимаются, переставляются, и потом пришлось ремонтировать. На сегодняшний день что можно посмотреть в музеях, и самое главное, что нас ждет в будущем сезоне? От своего музея, конечно же, я приглашу вас на выставку «Женская сила». В субботу, 17 декабря, в 13.00, например, будет авторская экскурсия. То есть авторы выставки проведут не только саму экскурсию с познавательными рассказами, а еще и будет демонстрация нарядов, переодевание и фотографирование. Но это так, просто очень интересная вещь, которая произойдет в субботу. 21 числа приходите на экскурсию от Таллинского русского музея. Мы стартуем, и экскурсия «Новый год по-новому». То есть у нас насыщенная предрождественская программа. А где эту программу можно посмотреть в интернете? На нашем сайте linnamuseum.ee переключайте удобный вам язык, и все, что происходит, там есть. И в следующем сезоне будет очень много, начиная прямо с января, очень много разных событий и разных экскурсий, лекций и концертов. Ирина, спасибо, успехов, до встречи в новом году. Спасибо вам большое. Ну и важно, что есть хорошие новости уже на будущий год. После успеха акции в 2022 году решено, что проведение этого ежемесячного мероприятия продолжится и в наступающем 2023 году. И первое такое событие состоится 8 января. Так что инициатива Таллина, благодаря которой удалось распахнуть двери музеев для горожан и приезжих гостей города, оказалась для многих удивительной возможностью погрузиться в мир истории и культуры. Цифры говорят сами за себя. Субтитры создавал DimaTorzok